Ледяные ветра с востока. Редакционная статья. Фолькебладет, Норвегия. 23 марта 2018 года. Нельзя не почувствовать, что ветра, дующие со стороны нашего восточного соседа, стали холоднее. В прошедшие выходные Владимир Путин выиграл власть в России на ближайшие 6 лет с неоспоримым перевесом. Что будет дальше? Эксперты считают, что в ближайшие годы политический климат будет все больше и больше меняться в сторону холодной войны. Владимир Путин непрерывно стоит у руля России вот уже 18 лет, несмотря на те 4 года, когда он был всего лишь премьером. К концу этого срока он просидит на российском троне почти четверть века. Начало его царствования вообще-то предвещало более мягкий политический климат. Но потом в какой-то момент все поменялось. Нынешняя Россия ведет себя агрессивно и ищет столкновений. Вооруженные силы значительно укрепились, и Путин не боится пускать их в дело. Аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Украине – лучшие тому подтверждения. Посольство России заявило, что Норвегия таким образом нагнетает антирусские настроения и идет на поводу НАТО, вместо того чтобы наладить прямой диалог с Россией. По его словам, нынешнюю атмосферу можно назвать ядовитой. В недавнем обращении Путина к народу нельзя было не заметить пассажа о наращивании вооружений, вне всяких сомнений направленных против Запада. После недавнего отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери отношения между Россией и Великобританией достигли точки замерзания. Стороны выслали дипломатов друг друга, и это, судя по всему, только начало. Обвинение со стороны НАТО и Великобритании Путин отрицает наотрез. Подобного рода конфронтации ему, судя по всему, не по нраву, однако от них его позиции внутри России только укрепляются. В своем обращении к народу после ошеломительной победы на выборах он исполнил весь регистр патриотизма и национальной гордости «Россия – сверхдержава, наша мощь только крепнет, нас миллионы». Такие речи хорошо принимаются. Русские – народ горделивый, а их лидеры играют на их чувствах, чтобы укрепить свою империю. К сожалению, за счет нападок за Запад.